Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 20 оказывается ноября. Хотела сказать 19, Алёшек говорит, нет, Лен, сегодня уже 20. Елена Ивановна вчерашним днём живёт. Да, вчера мы встречали Лёшека, Анечка была в гостях у нас. Хорошо так посидели. И Анечка в подарок принесла мне свою колонку, вот эту переносную. Так что у нас вчера танцы, шманцы были возле камина. В общем, отдыхали. А мы сейчас завтракаем. У меня кофеёк. Я уже свой кусочек пирога съела. Да, сейчас, наверное, и второй съем. Лёшек, ну скажи, как тебе пирожок? Пирожок вкусный, только ты его неправильно режешь. Почему? Ну как, почему? Этот пирожок как надо резать, как ты говоришь? Ты намного частей его не режь, я столько не съем. Разрежь его на две части, я два куска только ем. Не смеши, камера будет трястись. В общем, друзья, вкусная эта запеканка получилась. Замечная, нежная. Я хочу сказать, что она вот после того, как остыла, короче, на второй день она гораздо вкуснее. Так что вот еще вам один рецептик. Вот коричневая, это скорее всего так творог домашний запекся. Я так думаю. Вот такой красивый тигровый окрас у нашей запеканки. Ну что, у нас на улице небольшой морозец. Вчера шел сказочный снег. Мы все прилипли к окну, наблюдали его, этот снег напротив фонаря. Прям пушистый, сказочный, красивый, кругом белым-бело. Кто-то там пишет, что ой, у вас уже зима-зима, у нас 20 градусов тепла. Кто-то пишет, а у нас уже 20 градусов мороза. Тюмень, в общем, наш север. Так что страна у нас большая и температура везде разная. Что еще хочу сказать. Сегодня будем доделывать с Лешиком камин. Я вам сейчас покажу, какой плинтус Лешик привез. Он очень-очень подходит под коричневое обрамление камина. В общем, будем сейчас заниматься этими делами. Это мы быстро сделаем. Не факт. Ну, там выпилить под 45 градусов, Лешик. Не факт. Ты замучаешься еще клеить его. Это полиуретан. Полиуретан. Ты замучаешься его клеить. Короче, выбирали. Долго мы... Искала я под... Именно под это обрамление топки. Очень долго искала на Озоне. Но там какая-то ерунда с этой доставкой. Да, мне ерунда. Предлагают эти плинтусы и всякие прибамбасы. Фирмы, партнеры Озона, которые доставляют, осуществляют доставку своими силами. А она платная. Не Озон делает доставку? Да ну, я же и говорю. И получается, что доставка 790 рублей. 899 рублей дороже плинтуса. Да, дороже плинтуса. Представляете, это 1600 отдать за вот этот... Двухметровую палку. А ты сколько платил в Лирашке? Ты же Лирашке покупал? 550, по-моему. Вот. 550 рублей. Почему хотели мы именно вот такой полиуретановый? Потому что он прочный. И это вообще по-другому смотрится, нежели пенопласт. Сейчас я вот прям пройду к камину и покажу вам. Друзья, это сейчас звучит наш камин. Представляете, вчера мы включили эту озвучку и сидели здесь, просто обалдели. Сейчас я вам покажу весь секрет. Там стоит колонка. Я нашла в YouTube трест дров в камине. Там много всяких звуков. И с вьюгой, и с громом, и с дождем. И сейчас это, ну, просто правдоподобно, что это действительно настоящий камин. Вот пришел Лешек. Сейчас покажем вам, как это все будет. Вы видите, какой плинтус Лешек нашел в Леруашке. Вот здесь вот так. Такой выступ, естественно, сегодня мы вырежем под углом 45 градусов. Красить я его не буду. Мы думали. Но коричневый цвет здесь не нужен. Здесь будет белый цвет, как продолжение камина. А столешница просто... Это столешница. Вот. Вот так красиво это выглядит. Наша задача... И он не живешь в одной. Да, наша задача не ошибиться и вырезать все правильно. Елена Ивановна будет контролировать. Да, я буду контролировать. Потому что, ну, во-первых, не дешево, пусть даже 500 рублей, но как-то это все... Но делаем в другом. Просто... Лешек, посиди возле камина, я тебя поснимаю немножко. Ну, так некрасиво. Вот когда ты сидел... Дело в том, что если как-то дело здесь было, ну, испортил, пошел купил. Ишел. А так до следующего раза. Да, пока это ты опять в Леруашку поедешь, пока ты там, этот плинтус, будет он или не будет. Будет, там много. Там много, да? Да. Вот. Так что, еще отвечу на вопрос. Мне одна женщина, девушка, не знаю, написала, что ее муж собрал камин из гипсокартона. Они оклеили его обоями. Его кирпичик. Под кирпичик. Да, внутри коричневый кирпичик в топке. Здесь светлый кирпичик. Столешница тоже обклеена, я так поняла, гипсокартон кирпичиком. Ну, что хочу сказать. Конечно, молодцы. Конечно, честь и хвала, потому что своими ручками было сделано. Но под гипсокартон, может быть, просто остался гипсокартон, нужно было куда-то его девать. И остался там брус, или, может быть, металлическая основа была, каркас. Я не знаю, она не написала об этом. Но под гипсокартон нужен обязательно каркас. Вот. Это намного сложнее, чем сделать вот из пеноплекса. Здесь никакого каркаса не нужно. Вы видели, что мы за два часа вырезали это все, и уже он был собран. Склеили, он клеится очень легко, этот пеноплекс. Вот. И вы знаете, обои – это обои. А вот если бы этот... Я бы содрала эти обои, если честно. Каждого свой вкус, каждого свои возможности. Ну, если уж он из гипсокартона, его бы лучше оштукатурить. И если нравится плиточка, то можно вот купить, купить или сделать вот эту настоящую плиточку, и оклеить потом этот камин из гипсокартона. Будет смотреться намного монументальнее, намного естественнее. И это вообще, ну, будет просто супер. Конечно, каждый исходит из своих возможностей. Никогда не поздно это сделать. Я, как бы, не то, что там указываю, но просто советую, что естественный камин с естественной плиткой или оштукатуренный смотрится намного лучше. Уж поверьте мне. Многие мне писали тоже, Лена, оклей этот камин плиточкой. Нет, друзья, это будет вообще другая тема. Мне, я вам уже говорила, что камин как будто вырос вот из стены, то есть он сливается со стеной. Да, и у нас в доме уже столько этой плитки, что мне хотелось вот естественный, такой классический, гладкий камин. Ну, и потом вот это обрамление прям решает все, подчеркивает его красоту, и здесь, ну, просто больше ничего не нужно. Но, опять же, вкусы у всех разные. Так, это что-то интернет, что ли, скачет? Прям, или камера? Слышишь, какое-то прерывание было, да? Вот, так что теперь у нас камин еще и со звуком, который можно менять. Вчера такая была история с Монькой смешная. Он сидел вот здесь, где сейчас сидит, и под музыку танцевал. Вот знаете, как попугай головой вот так делают, вниз-вверх, вниз-вверх. Вот так у нас Моня вчера танцевал. Жалко, что не было у меня камеры под рукой. Потому что Елена Ивановна сама танцевала. Да, мы тут вообще плясали, вообще, в общем, пир горой здесь был. Так хорошо вчера отдохнули. Старые песни вспомнила молодость. Но, Монька, это было что-то. Это было что-то. Леш, вот тебя не было. Мы так хохотали. Я представляю. Это артист еще тот. И уши прижимает. И под такт музыки вот сидел и танцевал. Это было что-то. Да, Монька? Ну, он же у нас артист. Он еще какой артист. Позер наш, это. Желтоглазик наш. И что? Помнишь, как вчера танцевал? Ага. Да, на улице видишь, какая зимушка, зима. Скоро здесь будет красиво. Скоро здесь все приведем в порядок. Ну, еще не скоро. Ну, вот смотри, как уже домик-то смотрится из окошка. Вот. Оштукатуренный, с плиточкой. А когда будет и сарай сделан. Когда вот этот маленький сарай разберется. И там будет терраска. Ой, красота. Я еще, друзья, хочу качелю. Очень хочу качелю. Такую качелю с балдахином. Как-то нашла видео на ютубе. Ой, как же мне понравилось. Но не знаю, как получится. Моня, что там такое? Что-то там трещит, да, Моня? Моня, ты не поймешь? Не поймешь? Я к Тимофе по тягушке. Ой, к мамочке запрыгнул котик. К мамке котик. Да, это чисто мамин котик. Они все мамкины, но мои получаются. Да. А этот только мамкин. Этот только мамкин, да. Этот преданный. В общем, друзья, сидим у камина, сейчас балдеем. Это настолько естественно сейчас смотрится и слышится. Это просто класс. По поводу снежинок еще. Да, вы правы. Скорее всего, их можно и зелененькими связать, и красными связать. Только теперь вопрос, как их крепить. Лешик купил крючки. Сейчас я вам их покажу. Вот. Но они средние. Есть еще мельче крючки. И их не было в наличии в Леруашке. Я хотела их сюда вот под столешницу вкрутить. И на них вешать всякие украшения. Но, вот сейчас покажу вам. Это слишком большие крючки. И у нас расстояние, когда приклеится плинтус. Сейчас я вот еще раз его приложу. Там практически не остаются миллиметр. Вот видите, что получается. Вот на камере как будто много. На самом деле здесь всего 5 миллиметров. И крутить сюда крючок, вот в эти 5 миллиметров, ну, это испортим столешницу. Поэтому как-то будем исходить. Может быть, действительно просто, не знаю, даже скотчем приклеить эти снежинки. Да, наверное, вот сюда просто лентой скотчем. Они же не все время будут здесь висеть, правильно? Новый год же не целый год. Ой, ну как же хорошо подходит. Вот, посмотрите. Вот. И вот. Это как будто одна и та же серия. Прямо один в один. Только это дерево, а это полиуретан. В общем, будем сегодня заниматься оклеиванием этого плинтуса, приклеиванием, вернее. Да, а здесь у нас Маруська с дочкой. Там лежит моя майка. Как же они любят лежать вот на нашей одежде. Что Лешик бросит где-нибудь, что я брошу. Тут же котики ложатся на это место. Маруська прям даже мордашку спрятала. Что Маруся? Морозы идут, да? Говорят, когда коты так морду прячут, идут морозы. Поместились же вы здесь, девчонки. Лешик, что это ты привез? Расскажи. Оставь столешницу. Представляете, друзья, как выгодно. Это подоконник, на самом деле. Это у нас столешница, у камина. Вообще, это подоконник, который продается в Леруа Мерлен разной ширины. Но мы брали сюда 30 сантиметров. На тумбочке, по-моему... А, нет, тоже 30, да? Там 35, это, по-моему, 25. А, 25. Я знаю, что там больше. Вот, и Лешик прям в Леруа Мерлен, вот так. Раз, и здесь мы распилили эту столешницу нужного размера, чтобы ее легче было в поезде транспортировать. А вот остаточек этой столешницы от 1,90 метра. Сколько получается? 70 сантиметров. У нас будет полочка. Ладно, я пока прервусь, пока Лешик там откроет. Он же у нас основательно любит все запаковать. Правильно, мне же не исти. Зачем оно будет раскролеться? И с самой белокаменной вез на поезде это все. Так уж аккуратно он это дело любит. Он это дело любит. Что, улыбаешься? Про тебя говорю. Лешик, ну ты мне все-таки скажи, тебе твое имя, Лешик, нравится? А то тут многим не нравится. Это их проблемы. Вспомните, джентльмены предпочитают блондинок. Последние кадры фильма. Что там, расскажи. Ну как, старый этот миллиардер и один из героев фильма. Это в джазе только девушки, наверное. Это в джазе только девушки или мужчины предпочитают блондинок. Да, у каждого свои предпочтения. У каждого свои недостатки. А, недостатки. В общем, если вам так коробит слово имя Лешик, ну тогда предлагаю вообще нас как бы не смотреть. Во-первых, нам решать, как мы друг друга называем. Вот. У меня Лешик, а у вас я не знаю, кто я же вашего мужа. Никак не называю. И мне как-то глубоко по барабану, как вы его называете, если честно, грубо. Но вот, правда. Причем уже не один раз мне это писали. Что вы называете у него, что имени нет. Да как хочу, так и называю. Главное, что нас это устраивает. Нам это нравится. Вот. Ладно. Тут уже, пока я тут заболталась. Не-е-е. Стрижка только началась, да? Ладно, прервусь пока. Да нет, буквально две секунды, можешь не прерваться. Прямо же это, мне прям так хочется увидеть. Вот же уже запаковала. Сколько скотча монтажного ушло. Да еще и мешок какой громадный. Мешочек-то мне пригодится. Да-да-да. Елена Ивановна, я под Рождество посажу тебя в этот мешок. Выставлю. Прямо вечера на хуторе в Ближдеканке. Да-да-да. Это я Солоха, значит, да? Так, вот она. Ну, при... Ну, сейчас подожди, дай я вот эту хоть уберу. Прилать ее к стене. Мне хочется посмотреть, как она будет. Так, а где у нас были эти... А, вот они. Вот они эти тронштейны. Сейчас я ее покрашу, эту морилочку. Вот мы хотим вот туда, эту полочку. Ну-ка. Отлично. Ну-ка, дай-ка я сюда сейчас. Дай, дай. На. Класс. Ну вот еще одно место для хранения, друзья. Все-таки здесь зона рабочего кабинета. Там и машинка у меня, и стол, и все дела. В шкафчиках все мои инструменты. А здесь еще будет полочка. Тоже найду, что поставить. Да, и котам, наверное, с кресла будут запрыгивать. Точно, скорее всего, это полка для котов. Они так хотят запрыгнуть туда-наверх, но там уже некуда. Вот. Красота. Сейчас морилочкой покроется. Будет вообще просто супер-пупер. В общем, у нас сегодня вот задача камин доделать и пристроить вот эту вот полочку. Класс. А тут кошачья банда. Как же они любят вот это дело, а? Вот эти всякие пакетики. Все уже здесь собрались. Облюбовывают. Сейчас я уберу. Ну вот, друзья. Вырезал Лешек под углом 45 градусов вот этот плинтус. Клеем титан. Все это дело я смазала. И вот скотч, ну, держит, пока это все приклеится. Вот так сейчас выглядит наш каминчик. Согласитесь, с этим плинтусом, но это вообще совсем другое дело. А гравишки потрескивают. Вы знаете, мне кажется, даже теплее стало в доме. Вот что значит психология, друзья. Там Лешек чистит дорожки. Давайте пойдем посмотрим на улицу, немножко подышим. Я уже покрасила морилочкой вот эту полочку. Она немножко здесь подсыхает. Сейчас пойдем глянем, как там Лешек чистит дорожки. Подышим. Ну, а потом прикрепим эту полку. Ой! Ой, как хорошо! Да ты уже почистил, Леш! Уже почистил. Ну, такой морозец. Морозец, я бы сказала. Минус три. Как ты думаешь, сколько мороза, Леш? Градусов пять, три. Градуса три, Лешек говорит. Чистота. О, как раз посмотрю, не пришла ли платежка. Пусто пока. Будем ждать. Еще коммуналку не оплачивала. Вот вчера она мило-то. Белым-бело. Смотрите, какая красота. А дышится как. Воздух свежий, тишина. Лешек сегодня проспал. Говорит, я дома так не сплю долго. Да, конечно, как там долго. То чистилка проезжает, чистят дороги. То дворник лопатой шкряп-шкряп, да? Шкряп-шкряп. И не уснешь. А тут тишина. У нас улица практически тупиковая. Вот туда немножко и вниз. И все. И практически здесь никто не ездит. Тихо. Правда хорошо, Леш? Немножко размяться. О, ну ты прям дорогу чистить пошел. Кому хорошо? Тебе. А что, зарядочка? Я люблю. Я думал, тебе хорошо. И мне хорошо. Я и люблю вообще так это. Да, да, да. Ну да. Я сам болту на тебя охотно. Нет, правда, Леш, я люблю чистить снег. Выйдешь, лопаточку возьмешь. Раз, раз, раз. Ну, вижу, сегодня мы делами занимались. И сегодня ты у меня здесь. Тебе ж надо немножко удовольствие оставить. Класс. Ой, как же хорошо. Ладно, Лешик, я пойду. Там он Маруська, смотри. Маруська не отходит от Лешика. Вчера прям облепила. Даже Аня удивлялась. Воткнулась мордой в подмышку ему. И сидела, мурчала, слюни пускала. Маруся. Маруська. Ты за Лешиком смотришь. Скоро придет твой Лешик. Скоро придет. Вот. Ну, еще знаете, что, друзья, хотим? Мы хотим крышу утеплить. Я имею в виду потолок. Чердака утеплить керамзитом мелкой фракции. Много я читала про эту стекловату, или как она называется, которую утепляют. Нет, не хочу. Дом деревянный. Дом должен дышать. Вот как-нибудь Лешик либо с Москвой привезет керамзиту, либо здесь купим. Но здесь мелкой фракции нет, да, Леш? Вон он, кот крадется. Вон он. Побежал соседский. Ох, припустил. Ой, все, друзья, пойду в дом. Наверное, уже, Леш, обед надо греть, да? Подождать? Вчера супчик варила с фрикадельками. Боже, какой вкусный. Что-то так захотелось. Котлетки жарила. Пойду я греть. Я уже кушать хочу, Леш. Ты как раз придешь сейчас, энергию выплеснешь, и сразу голод появится. В общем, пошла я греть обед, друзья. Также вовремя мы вскопали огород. Прям на душе спокойно. Хризантемы я обрежу. Сейчас мороз просто. Все равно будет еще плюс. Не хочу я сейчас по морозу лезть туда и юку подвести. Вижу, как вы мне писали. И хризантемки обрежу. Все. Захожу. Ну что, камин крещит. Он у нас сегодня целый день крещит. И не только камин. Да. Алешек цепляет полочку. Уже убрали мы скотч. Все приклеилось. Я даже красить не буду. Единственное, вот здесь вот мне вот эта щелочка. Чуть-чуть бы ее замазать. И тебе же надо было быстрее клеить, а я там хотел подпилить. Вот здесь, Леша, она бы все равно здесь была. В общем, вот так вот, друзья, сейчас выглядит камин. Это уже вообще другой калинкур. Единственное, теперь останется покрасить еще раз решеточку. И я уже придумала, как ее прикрепить. Пока не буду рассказывать, как получится. Потом, конечно же, вам все покажу. Вот так вот смотрится. Здесь вот тоже я немножко замажу все-таки вот эту вот щелочку. Видонит АМЛР+. Ну вот. А сейчас Лешик делает дырки под полку. Полка у нас уже собрана. Уже кронштейны прикрепили. И сейчас будем ее крепить к стене. Вертолеты уже на месте. Очень удобно в деревянном доме, да? Не надо дрель, все шуруповертом. Но обязательно нужны вот такие вертолетики. Чтобы полка держалась. Покажи его, да? Я покажу еще раз этот вертолетик. Это не вертолет, Лена. Ну, как это называется? Для гипсокартона, да? Для стен из гипсокартона. Вертолет, это вот, который дырива с резьбой. Мне он больше нравится. Понятно. Он более... Кстати, друзья, был комментарий, когда мы делали вот эту стену. Да вы все неправильно делаете. Да здесь должны металлические... металлический каркас быть. Да у вас все будет шататься. Мертво все. Ничего не шатается, друзья. Металлический каркас стоит, как вертолет. И зачем нам утяжелять себе и дом тоже. И по финансам, и вообще по работе. Это дом не финансов. Деревянный дом с металлом. Зачем? Ну, есть такие люди, которые знают все, дают советы, которые у них не просили. Дай самарез. Так, самарез сейчас дам. Вот этот? Оф! Так, надо будет сейчас пропылесосить. Я уже тут пропылесосила. Что, помочь себе подержать? Нет. Нет? А, еще, друзья, я покрыла морилкой. Еще два дай мне смотри. На один. Этот ловец снов. Вот сейчас он у меня здесь сохнет. И вот эту игрушечку елочную, которая с новым годом. Аккумуляторку дай. Так, аккумуляторку дать. Неудобно, да? Ну, сейчас. Я же не могу убивать. Тем, чем не подтягивается. Все. Законченный вид. Так что вот из подоконника, который столешница для камина, еще и получилась вот такая полочка. Сейчас полки тоже, друзья, дорогие. Да еще вот такие. Какой толщины. Ну, что, друзья, у нас полил сейчас дождь. Вы сможете слышать гром. Пошла совсем другая атмосфера. Мои кошки все убежали из этой комнаты. Вот так вот я нашла решение при помощи обычной английской булавочки с бусинкой. Сейчас я вам их покажу. Вот они, эти булавочки. Я их использовала раньше в ирландском кружеве. И просто воткну вот сюда между столешницей и вот этим плинтусом. Там никакой дырочки не остается. Просто вытащу потом, когда мне нужно, и все. Вот так вот сейчас выглядит наш камин. И уже полочка с елками и звездочками. Очень уютно. Уже законченный вариант. Я надеюсь, нашей гостиной и рабочего кабинета. Продолжение следует...